Привет, в сегодняшнем видео я прокомментирую посылочку подписчика, который заказывал, тут всякие вещи и первый лот это 100% фирма, которая делает в том числе футболки, она вообще все делает, поэтому если вы хотите приобрести просто качественную какую-то вещь, то не обязательно смотреть на 100%, есть и конечно другие марки тоже, но 100% это бренд, это марка и это МТБшная, в том числе марка и она прикольная, так же как и Oakley, Oakley вот кстати у нас тоже по оценкам продаются старые футболки, то есть да, они такие, вот это действительно какой-то крутой переливающийся цвет, но вы видели, что Made in China, значит что ценник, наценка просто гигантская и как только новая модель выходит, старую нужно продавать и она вплоть до 70% скинута бывает, можно в принципе приобрести, но вот то, что у нас было до этого, ну какие-то дизайны совсем были не очень, как по мне, но да, Oakley тоже довольно-таки прикольно, Alpine Stars видел такие сапоги у мотоциклистов, довольно-таки крутых на Ducati, но здесь вот перчатки, для опять-таки какой области мне не совсем понятно, если честно, то есть функциональность этих перчаток под большим вопросом, вот это еще одна пара и она вроде как довольно-таки большая, блин, они реально выглядят как садовые перчатки, то есть реально у нас продаются садовые перчатки до 10 евро даже и они выглядят иной раз покруче и сидят тоже получше, но вот это я не знаю серьезно для чего, то есть это выглядит как будто уже кто-то это все носил, причем очень долго, ведь это новые, как я понимаю, перчатки. Странно, или это юзные, я не уверен, кстати, но вот эта моделька, это получается размер меньше и здесь сразу видно, что слишком маленькая, слишком маленькая, функциональный момент здесь был замечен, а именно вот эта черная штучка, за которую тянет подписчик, то есть она тянется и помогает в надевании, собственно, перчатки, но опять-таки возвращаясь к функции, нет ни силиконовых вставок, что для MTB, наверное, все-таки имеет как-то место быть, нет ни костяшек с внешней стороны, которые тоже имеют место быть, если бы у меня, кстати, такие вот перчатки были, то с рукой бы, наверное, ничего бы не произошло, другой момент, что в таких перчатках с костяшками карбоновыми странно ездить, но да, здесь очевидно, что слишком маленькая пара подобралась, потому что и между пальцев мало, слишком места, но здесь в сравнении, конечно, с этими садовыми белые Alpine Star все-таки лучше. Еще одна вещь от Alpine Star, и здесь она мне больше понравилась, это шорты, ну, по качеству, вот, наверное, на качество намекает подписчик в данном моменте, и качество прошивки, ну, не знаю, есть, просто есть. Я понял, что в этих всех велосипедных вещах важно иметь человека, который может все это залатать, и данным человеком для меня является моя мама. Некоторые перчатки уже были зашиты ей, некоторые штаны, и, да, вот эти Alpine Star, они имеют по бокам вот такую вот резинку, и еще дополнительно регулятор ширины, то есть ремень не нужен. Такая наклеечка тоже была, как у айфонов, и здесь, опять-таки, тоже вроде как вьетнамского все это поддело. Далее у нас вот такие вот, я не знаю, вот что это, серьезно, это по размеру, это как покрышка, даже шире покрышки шоссейной. Нет, это, конечно же, камера для MTB, и она просто невероятно широкая, ну, как для меня. То есть там написано MTB 27.5 Lite, но, видимо, все-таки имеет место быть. И еще покрышечка. Выглядит, конечно, все это модно, круто. Если у тебя был фактический опыт с этой покрышкой, можешь оставить в комментариях, я здесь просто угораю, потому что такого у меня еще не было. И, конечно же, не будет. На Мадонна такое явно не влезет, да MTB у меня вряд ли скоро появится. Если у тебя есть чем поделиться, возможно, со своими комментариями, мыслями и прочим, обязательно дай мне об этом знать. Для этого можешь написать здесь, в комментариях, что у тебя что-то есть, и я скажу, как со мной связаться, или на Instagram просто написать такие вещи на ВКонтакте и так далее. То есть обязательно как-нибудь найдем общий контакт. Если у тебя что-то есть, показать, поделиться с миром, какой-то полезной информацией. Ты купил какую-то вещь, она тебе не понравилась, ты какое-то продолжительное время тестировал ее, она оказалась хреновой, ты хотел поделиться этой информацией с миром. Пожалуйста, даю тебе такую возможность. Огромное спасибо за внимание. До свидания.